Эфир с телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Тайник с выдержкой. Сотрудники Дагестанской Росгвардии обезвредили боеприпасы. По предварительным данным, схрон принадлежал террористической группировке, которая была уничтожена еще в 2012 году. Этот объект обещает побить сразу несколько рекордов. Самый большой в России фонтан будет открыт в Дербенте осенью этого года. Праздник за колючей проволокой. В исправительной колонии прошел концерт, посвященный Международному женскому дню. Сотрудники Дагестанской Росгвардии обезвредили боеприпасы. Схрон, закопанный в землю, обнаружили в Кизлярском районе. Содержимое тайника представляло собой 6 гранат и более 600 патронов различного калибра. Запалы от гранат были уничтожены на месте. Остальные опасные предметы переданы в МВД для экспертизы. По предварительным данным, боеприпасы принадлежали члену террористической группы «Кизлярская», которая была уничтожена в 2012 году в ходе спецоперации. Медицина Дагестана – вызовы и решения. В Махачкале стартовал медицинский научно-практический форум. На пленарном заседании участие принял еврею главы Дагестана Сергей Меликов. Сегодня нам необходимо менять ситуацию, когда жители республики зачастую предпочитают получать медицинскую помощь за пределы. Это и материальная составляющая для нашего здравоохранения, но и, откровенно говоря, определенная репутационная задача, которую мы должны решать в республике. У нас огромное количество замечательных специалистов. И хотелось бы, чтобы мы не просто были зрителями или свидетелями тех процессов, которые проходят на форуме, но и приняли участие, дали предложение или обозначили проблемы, которые сегодня необходимо решать. В рамках проведения форума будут обсуждены такие актуальные для республики вопросы, как кадровое обеспечение медицинской деятельности, организация первичной медико-санитарной помощи и работа онкологической службы в условиях пандемии. Также рассмотрят вопросы реализации в регионе национального проекта здравоохранения и состояния исполнения медицинскими организациями федерального проекта борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Самый большой в России фонтан будет открыт в Дербенте осенью этого года. Накануне Хизрия Бакара вместе с мэром города в парке Незами Генджеви ознакомились с ходом работ над этим шедевром. На сегодняшний день строительство фонтана уже завершено. Сейчас готовится площадка под облицовку. Здесь уже установлена большая часть оборудования – трубы, насосы, а потолок помещения окрашен теплоизоляционной краской. Напомним, что возведение в Дербенте самого большого фонтанного комплекса в стране площадью 5000 квадратных метров финансирует Сбербанк России. В парке также предусмотрены развлекательные, спортивные и культурно-познавательные зоны. По словам Хизрия Бакарова, жителям Дербента необходимо проявить терпение, чтобы уже в ближайшее время увидеть парк во всей красе. Хочу большое спасибо сказать Герману Оскаровичу и Сульману Керимову, которые дополнительно дали нам денег. И благодаря им у нас будет самый лучший парк, хочу сказать, во всем мире, но в России точно. И все это дополнительно, все будут приезжать только посмотреть на фонтан. Поэтому 12 ноября рассчитываем, чтобы получится, все будет нормально. Праздник за колючей проволокой в исправительной колонии прошел концерт, посвященный Международному женскому дню. Его проведение здесь уже стало доброй традицией. Подобные праздники для заключенных – это надежда на светлое будущее и на скорейшее возвращение домой. Подробнее расскажет Алина Багилова. Здесь, в Кизелюртовской колонии, отбывают оказания более 300 женщин. Все они осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. Жестокие убийства, терроризм, сбыт наркотиков. Но именно праздники за решеткой – возможность пусть и ненадолго забыть о тюремных тяготах и почувствовать себя просто женщиной. Я очень волновалась, но мне хотелось постараться, показать, что я могу. Хотелось как-то себя по-новому раскрыть, как-то отвлечься. Образы девушки выбирали сами. Сами себе делали прически, макияжи и даже шили костюмы. Знаете, наверное, основная роль была этих костюмов. Вот я училась у нас в профессиональном училище. И как-то девочки, у нас был спектакль, девочки попросили, говорим, давай помоги все равно. В швейном цеху у нас, где у нас практика проходится, там у нас офсиновские заказы. Шьем мы камуфляж для сотрудников, там, арестантскую робу и тому подобное. И как бы там мы можем шить, у нас свободное время определенное, мы можем шить, что нашей душе угодно. Ну вот из чего-то мы собрали, какой-то материал там, оттуда вот шить, отсюда шить. Вот шили вот такие платья, вот ручные, вот такие костюмчики. Вот для балета у нас пачки шитые, вот. В программу праздника вошли вокальные номера, индийские танцы, театральная постановка. Осужденные артистки в прямом смысле блистали грацией и артистизмом, а их эффектные образы дополняли друг друга. Эмоции зрителей сменялись то смехом, то слезами. Песни в их исполнении звучали особенно пронзительно и душевно. Никому ты не верь, мама есть у тебя. Я рядом с тобой, просто ты не видишь меня. Несмотря на тяжелую судьбу творческого задора, осужденные не потеряли. В личном деле у Любови Богдановой 228-я статья. Из 9 лет за решеткой она провела уже 7. Все это время она мечтает об одном – поскорее выйти и начать новую жизнь. И больше не повторять старых ошибок. Как здесь тяжело, тоже ни за что не расскажешь. Ну вот, наверное, все слезами, все сказано. Я думаю, что у меня все будет хорошо. Хочу выйти замуж, родить детей. Все они надеются выйти по условно-досрочному. А пока в тюремной жизни все по режиму. Учатся создавать приятные моменты даже за решеткой. Алина Багилова, Магомед Магомедов и Дауд Касанов. Телеканал ННТ Кизилерт. Стрельба из лука и познавательная беседа. С молодежью Рутульского района встретились религиозные и общественные деятели. Богословы обратились к студентам с наставлением. Они затронули тему братства и единства среди дагестанцев. Молодые ребята также задавали интересующие их вопросы. После беседы состоялся турнир по стрельбе из лука. По итогам самой метки из участников получили награды. Вы можете через 5 или 6 лет большую помощь принести нашему обществу, вашему району, всему Дагестану. Любой из вас может великим человеком стать, который толпы, сотни и тысячи людей будет по правильному пути вести. Это очень важно. Осознать и поверить в это, убедиться в это. Теплый прием и бурные овации. Ансамбль песни и пляски Северокавказского округа Росгвардии дал в Дагестане большой праздничный концерт. Приурочен он к пятилетию образования Росгвардии и 210-летию образования войск правопорядка. Как встретили православные, коллектив Махачкале узнала Патимат Ханавова. Инструментальные номера, хореографические подстановки и авторские стихи военно-артисты исполнили популярные песни российских и зарубежных композиторов. Концертные программы будут проходить до конца марта во многих городах Северного Кавказа. Что ни говори о коллектив, хоть и артистический, но военный. За эти годы дал не один концерт в так называемых «горячих точках». Выступать артистам приходилось в самых различных условиях. В госпиталях, разрушенных зданиях и даже в землянках. К счастью, в Махачкале ансамбль выступает в мирное время и в уютном русском драматическом театре. Гастролировали в Дагестане. Это были города Дербент, Кисляр, Махачкала. В прошлом году мы приезжали немножечко другим составом. В этом году мы привезли очень много новых номеров. Будут четыре премьеры сегодня, да. И очень много новых артистов, которые прибыли к нам в коллектив из разных уголков нашей страны. В рамках турне по округу концерт пройдет и в Каспийске. За насыщенную программу и вклад в патриотическое и духовное воспитание молодежи творческий коллектив поблагодарила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева. Артистам ансамбля были вручены почетные грамоты. Ватимана Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. С 11 марта в Дагестане прогнозируется ухудшение погодных условий. По данным метеорологов, на территории региона ожидается похолодание до минус 6 и снег. Скорость ветра усилится до 15 метров в секунду. Также непогода может привести к осложнению дорожной обстановки, ухудшению видимости и гололедицы. Будьте осторожны. И о спорте. Сборная Дагестана по карате завоевала 15 медалей на всероссийских соревнованиях в Пензе. Кубок памяти принес в нашу копилку 4 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей. Среди чемпионов Ильяс Гаджиев, Гаджилак Магомедов и Алхаз Алхасов. Также наши спортсмены выиграли золото в командном зачете. Всего в составе сборной республики приняли участие 32 спортсмена. Федерация Дюдо России вынесла вердикт по делу о массовой драке на турнире в Каспийске. Двоих участников соревнований, ставших зачинщиками потасовки, дисквалифицировали на два года. Массовая драка произошла 27 февраля во время первенства Северокавказского федерального округа среди юниоров до 23 лет. Участниками конфликта стали спортсмены, выступающие за сборную хозяев и команду Северной Осетии. Пока это вся информация к этому часу. Всего доброго и до встречи.